Вот и мы выбрали снова БНХ. Пойдем посмотрим, что там творится. Очень много народа и в одну и в другую сторону. Приближаемся к цели. Очень холодно на улице. Первый павелем, первый в России стране возможностей. Так, идем дальше. Нам туда. Хоть поснимаю, вам тоже. Что тут происходит. Боюсь только, что там столько народу будет, что снимать будет очень тяжело. Но попробую, что смогу, сниму. Мы идем в 75-й павильон. Надеюсь, что правильно. Прошли турникеты. Заходим. Свободно вы будете изучать зал Б. Сразу погибали не зал А. Справа зал Б. Сейчас, на сегодняшний момент, сухо-воскресенье, выходной день. Для нахождения там железной руды во времена Петра Первого. Железная руда была невероятно необходима, потому что Петр любил воевать в большей степени со шведами. Это железо нужно было для изготовления пушек и ядер. А для какой области пушек и ядер применялись, мы чуть больше поговорим со всем. Строительство с вагоном, как раз этим проводом здесь представлено. В Тверском заводе машиностроительном. Там сигуретов, на которых обучаются машинисты в Тверской области. Пошли. С точки зрения территориальной защиты, здесь как раз напишут Смоленской области. Это как раз таки здания. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать! Добро пожаловать на наш канал! 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 Самые злочные и вкусные яблоки в России считают, что 24-я яблока из Крымагнитов не отлично. Их существует местная, но в ваших жертвах. Конечно, Чеченская республика, случайно посвятил традиционную сетю, и нарезанную метку, когда использует Чеченская республика со своим городом Грозный. Это имеет одну из самых больших мечетей в мире — сердце Чечни. Яблоки в России считают, что это очень хорошо. Опять же, отсутки к пищевым движениям. Здесь можно это все увидеть, а теперь уже увидела башню. Ваши жертвы очень много. Везерная смешанная городовая башня, в этом успехи не сохранились. За ними было это плохо. Ну, это жизнь. Почему их так много? Дело в том, что была традиция, что каждая семья в Грушетии должна была создать... У каждой из семей до больших были, прямо род, клан, можно сказать. Должна была возвести такую башню всего за год. Первое, что они делали — находили место. Скапывали грунт и заливали туда молоко, пока оно не перестанет впитываться. Такая была традиция. Потом принимались к строительству, и в конце строительства некоторые башни имели значение смотровых. Такие башни были смотровые, которые наблюдали за кругой. Если какая-то проблема, пожар начался, они не трубили в город, не звонили в колокол. Они скидывали ковер. Один из цветных ковров на Грушетии. Каждая из ковров означала разную напасть. Например, оранжевый — это пожар, черный — это нападение. И после этого в городе находили, увидели, что, собственно, скинули такой-то ковер и уже трубили тревогу. Выбор. И обсерватория. Всех ждем в гости. Дело в том, что... Причем с Новороколи и с Новороколи. Дело в том, что здесь был найден полный скелет южно-африканского слона. В южно-африканском слоне, что на самом деле есть что-то делать. Потому что южно-африканский слон — это дедушка-мама. Это очень древняя наша. Здесь не найдет полный скелет. Очень древняя наша. Платье-света, корешку. Это тоже ростовское. Да. Что-то, что-то, что-то. Платье-света. Платье-света. Я считаю, что за это все и право, чтобы прибыть. Я не знаю, что это все. Платье-света. Ко-то в семье, как я, ka — поют. Где-то, скажет Россия живет. Мед Chamix. Куфе-света. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok